Ташкент Ситуация в глобальной экономике характеризуется в последние годы высокой турбулентностью. Негативную роль продолжает играть замедление мирового экономического роста, усиление структурных дисбалансов в финансовой системе, волатильность на основных товарных рынках и другие системные проблемы. Но все эти трудности только сплачивают страны СНГ, побуждают к совершенствованию механизмов взаимодействия, к поиску форм сотрудничества, отвечающих велениям времени. Именно на эти цели направлены принятые главами наших государств решения об адаптации СНГ к современным реалиям. Общая позиция здесь заключается в том, чтобы результатом дальнейшего развития Содружества стало повышение эффективности нашей организации, наращивание ее потенциала. Только в таком случае наша организация будет востребована. В области экономики это полномасштабная реализация договора о зоне свободной торговли, выполнение третьего этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, завершение подготовки соглашения о свободной торговле услугами. Сегодня мировая экономическая система переживает турбулентность. Финансовая интеграция между странами создает условия для макроэкономической стабильности, экономического роста и взаимной торговли. Уменьшает влияние негативных факторов. В новой стратегии экономического развития стран СНГ до 2030 года предусмотрено расширение взаимной торговли в национальной валюте, обеспечение свободного доступа к фондовым рынкам и содействие в интеграции валютных рынков. Эти вопросы в рамках пленарного заседания обсудило экспертное сообщество. Также местные и зарубежные участники финансового рынка подписали ряд соглашений об интеграции платежных систем, перестрахования рисков, торговом финансировании и адаптации банковской системы Уэй-4. Сегодня такой очень важный этап ознаменовался это подписание договора с платежной системой Ускарт, в рамках которого уже до конца 2019 года карты платежной системы МИР, российской национальной платежной системы, ими можно будет расплатиться в инфраструктуре Узбекистана, а картами Ускарт на следующем этапе можно будет точно так же воспользоваться в инфраструктуре и платежной системы МИР, и всех тех платежных систем, которые участвуют в этом интеграционном процессе. Меморандум о сотрудничестве подписала компания Узагра Сугурта с перестраховочными организациями Партнер Ре и Беларусь Ре. Два договора о перестраховании рисков с белорусской национальной перестраховочной организацией РУП и славянской компанией Сейв Ре подписала узбекская страховая компания Кафалят. Также международный форум стал площадкой для подписания соглашения между Промстройбанком и OpenWay Service по лицензированию системы ВЭИ-4 и ее адаптации в систему банка. Кроме того, Промстройбанк подписал двустороннее рамочное соглашение по торговому финансированию с российским банком БАРС. Наше подписание соглашения с Успромстройбанком – это, наверное, одно из самых наших больших достижений за последнее время. Мы очень рады этому сотрудничеству. Мы знаем Успромстройбанк как второе повеличение банка Узбекистана. Акбарсбанк – это банк федерального значения в России. Мы входим в топ-10 российских банков по размеру собственного капитала. И, как я уже сказал, у нас большие планы по развитию нашей работы в Узбекистане. С Успромстройбанком соглашение по торговому финансированию предусматривает, прежде всего, это предоставление финансирования на оплату различных внешнеторговых контрактов. В основном это будут внешнеторговые контракты с Россией, но это могут быть контракты с другими странами. То есть мы здесь готовы предоставлять финансирование на внешнеторговые контракты клиентов Успромстройбанка.